Значит, люди всякие нужны, люди всякие важны, вот, но жить с ними невозможно со всеми. Людей надо куда-то деть, мне кажется, сколько можно их терпеть, вот, и проявлять каким-то социальную чуткость. Говорю я как невротик, тире-центрист. Значит, для того, чтобы мы поняли, что такое, как общаться с центристом, нужно представить его мир. К сожалению, ни конструктором, ни рефлектором сделать этого не удается. Проблема и рефлектора, и конструктор состоит в том, что ему очень сложно встать на чужую точку зрения и понять из него, о чем идет речь. Значит, для центриста это естественная история, потому что он нормальное, стайное животное. Значит, нормальное, стайное животное приходит в этот мир не потому, что оно имеет какую-то свою, как бы, задачу, вот. Оно приходит в социальный мир, в котором задачи, по сути дела, формируются окружающим его социальным пространством. Значит, что и как мы себе представим, если мы говорим про центриста, просто как про конструкцию. Значит, когда вы с ним общаетесь, вы должны понимать, что вы для него кто? Кто вы для центриста? Вы представитель какой-то социальной общности, поэтому у вас сразу появляются... Вы сразу находитесь где-то в социальной конструкции. То есть у вас... Вы находитесь в какой-то социальной иерархии. Да? Вот. Конструктору важно, в какой вы находитесь в социальной иерархии? Если вы обладаете интересной информацией, то вообще кто вы не имеет ни малейшего значения, да? Значит, для их лектора важно, в какой вы в социальной иерархии находитесь. Исключительно в связи с ним лично. Потому что если ему приятно общаться с великими мирами сего, важно, что вы в социальной иерархии. Но если вы восхищаетесь им, и вы вообще там стоите на нижней ступени развития, как говорил Филипп Филиппович Преобразовский, но в полном восторге, что говорит рефлектор? Продолжайте. Продолжайте. У меня был знакомый режиссер, когда я ему на самом деле ходил, он говорил, говорите, говорите. Говорите, говорите, это было чудесно. Вот, значит, соответственно, значит, вы всегда какая-то, вы часть группы. Какой-то. Значит, в группе есть куча характеристик. Ну, в зависимости от того, какое там воспитание и прочее пережил центрист, потому что, конечно, многое зависит от социокультурных факторов, то, что вы определяете как часть группы. Да, значит, ну, вы часть какой-то группы. Вот эта группа может быть наша, например, и не наша. Да, поэтому, условно говоря, свои и чужие. Это принципиально. Если вы для центриста не можете стать своим, а вы там пришли и сказали, мы сейчас с вами будем проводить переговоры. Все. Вы просто прекратите это все. Смысл состоит в том, что как только вы демонстрируете центристу, что вы с ним разные группы крови, мы с тобой одной группы крови. Не, не группы, а как это? Мы с тобой одной крови. Мы с тобой одной крови. Это с чего вы должны начать. Потому что вы должны стать своим. Улавливайте. Значит, потому что как только вы демонстрируете, что вы находитесь из другого, а очень легко, можно же по любому признаку, разный возраст. Вы говорите, ну, вы там молодые, мы там это, или наоборот, вы там старые, мы там молодые и так далее. Что происходит с центристом? Вы потеряли. Если вы говорите, мы там девушки, а мы парни, мы парни, что происходит с центристом? Вы его потеряли. Если вы говорите, мы лирики, а мы физики, вы его потеряли. Что бы вы ни сказали, вот здесь вот, Значит, проведя дефиницию, вы что, потеряли человека? Потому что вы ему сказали, что он не из вашей стаи. Дети все, они, конечно, в первую очередь зверюшки. В первую очередь они, конечно, социальные животные. И первое, что мы начинаем понимать, свои чужие. Первое, где мы начинаем строить свой собственный мир, это свои чужие. Как, что происходит с ребенком, когда приходят в гости? Он прячется, прячется, смотрит. Рефлектор прячется так, чтобы было видно хвост. Он так прячется, типа, не взначай так вот это все, чтобы все кругом сразу осознали, что он спрятался. Конструкторы не прячутся, они в целом не вышли даже здороваться, поэтому им незачем прятаться. Когда зайдут, они не поймут, количество мебели увеличилось в комнате. Они просто передвинутся, чтобы дальше заниматься своими делами. А центрист, он проверяет, что там, свои или чужие. И дальше, соответственно, уже будет принимать действия. Значит, поэтому, значит, что делает центрист, когда он, значит, вас там определил, как часть какой-то группы, и на счастье вы оказались своими в части его группы. То есть первое, что вы должны сделать взаимодействие с ним, это доказать ему, что вы с ним одной крови. Да? Вот. Поэтому, когда он там, например, что-то там рассказывает и узнает, что у вас то же самое, вот и центрист очень любит говорить, у меня тоже такое мыло. Ну, потому что мы одной крови сразу улавливаете, да? А тут вот рефлектор, если он услышал, что у кого-то тоже такое было, вот, он теряет всякий интерес к этому процессу. Здесь конструкция, если что такое было, у кого что было, куда было, зачем было, вот. Не, мы про другое рассказывали. И дальше продолжает рассказывать, возможно, перейдет на другую тему, потому что она мне в этот момент показалась более интересной. Вот. Вообще не интересуется, что там, в каком дискурсе и парадигме находится в этот момент собеседник. Значит, да, значит, первое, что вы должны ему показать, что вы находитесь с ним в одной группе, и после этого вы должны с ним показать, вы им должны показать то же место. Значит, когда вы способны при взаимодействии с ним, как бы, посмотреть на мир, как он видит его с точки зрения своего социального места, своего социального пространства, вот есть что для него важно, да? Значит, вот если для него что-то важно, значит, то, или там, например, он находится в какой-то, я не знаю, ну вот он переживает, например, вот давайте, расстроился рефлектор, как его успокаивать? Надо говорить о нем, да? Ну вот, значит, и как конструктор успокаивать? Смотрю внимательно на конструктор. Ну, надо какие-то факты нужны. Нет, это он не поверит. Надо, как бы, какие-то добавить что-то, как бы, сказать, чем-то заинтересовать, что-то, как бы, внести, чтобы, как бы, пространство суженного коридора, потому что конструктор, если он расстраивается, он находится в очень узком коридоре, чтобы там появилось что-то еще, чтобы его любопытствующий взгляд, так сказать, развелось. Как успокаивать центриста? Расстроенного. Мы с тобой, поддержка. Мы с тобой. Но вы и не помните, что он и центрист, и все, при этом, он же, у него иерархическое. Если он страдает, вот, ему кто-то говорит, что он вместе с ним, но он при этом не страдает, а социальная чувство центриста состоит в том, что он хорошо видит, страдает или не страдает, тут непонятно, вот, тут непонятно, вот. Вот, значит, центристам важно, чтобы вы ему дали ощущение, что вы понимаете, почему он страдает. Если вы ему донесете конструкцию, вы, как бы, с ним разделяете его страдания, да, и в этот момент он перестает страдаться, потому что у него в его стае появилась толпа, а если в его стае появилась толпа, он любую беду преодолеет, да, потому что раз ступенька, два ступенька, с другом вышел в путь, ну, вот, веселей дорога, вот, да, улавливать. Если вы взаимодействуете с центристом, и вы говорите, мне нужно будет уйти через час, знаете, что он за 15 минут думает о том, что вы должны уйти, и если вы сидите в позе не собирающейся, вы этим уже травмируете, потому что он контролирует, потому что он контролирует, потому что вы должны успеть, и там есть некие мифические люди, которые могут пострадать, вот, если он у вас задержится, и вы же еще, по сути дела, уже берете на себя социальную ответственность за это, да, вот. А для, что важно, самое главное, чтобы социальная чуткость работала, это что? Надо быть хорошим, потому что если вы нехороший, то у вас исторгнуты стаи, да.